18 марта 1945 года американские истребители вступили в бой с немецкими самолетами, которые в свою очередь атаковали их летающую крепость. Издалека было видно, что несколько нацистских летчиков вышли из боя и улетели прочь. Остались только два красноносых Фокке-Вульфа, которые немного странно себя вели и не вступали в бой. Американские истребители, сблизившись с самолетами противника на расстоянии в километр, открыли по ним огонь длинными очередями. Трассирующие снаряды красиво разрезали небо, но было видно, что все они ушли в молоко. Вдруг один Фокке-Вульф перевернулся в воздухе, быстро сблизился с крайним самолетом и атаковал его. Снаряды пробили обшивку истребителя, а в фюзеляже американца что-то взорвалось и задымило. Самолет сильно запарил и стал терять высоту. Противник же полупетлей выполнил боевой разворот и с перевернутого положения атаковал следующий истребитель, который взорвался в воздухе. После этого красноносые самолеты улетели прочь. На самом деле американцы встретили самолеты Ивана Кожедуба и его ведомого Дмитрия Нечаева. Они возвращались с боевого задания и увидели, как немецкие истребители атаковали американскую летающую крепость. Кожедуб и Нечаев длинными заградительными очередями отогнали от нее нацистов, но внезапно на них напали американские самолеты прикрытия. Кожедубу пришлось отбиваться. Американский пилот, которого первым сбил Кожедуб, смог довезти свою машину до земли, в район дислокации советских войск. Когда его спросили, кто его сбил, пилот ответил, что фокебульф с красным носом. Он так до конца и не понял, что напал на советский самолет, а разубеждать его в этом не стали. Иван Никитович Кожедуб родился в селе Оброжиевка Черниговской губернии в семье церковного старосты 8 июня 1920 года. В 1934 году он после школы поступил в химико-технологический техникум. Занимаясь в аэроклубе в городе Шостка, он впервые познакомился с авиацией. И уже в рядах Красной Армии в 1940 году Кожедуб окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков. Там же он и остался работать инструктором. С началом войны школу летчиков эвакуировали в Казахстан. А Ивана Кожедуба после нескольких его рапортов в ноябре 1942 года перевели в 302-ю истребительную авиационную дивизию, которая формировалась в Иваново. На фронт же Кожедуб попал в марте 1943 года. В первом бою Иван Никитович чуть было не погиб. Во время воздушного дежурства над аэродромом Кожедуб заметил приближающихся противников и попытался их атаковать. В этот момент на него сбоку налетел мессершмитт-109, который прострелил самолет Кожедуба пушечной очередью. Самого летчика спасла бронеспинка, в которую попало несколько снарядов. Уходя из-под атаки, он влетел в разрывы советской зенитной артиллерии, которые добавили еще две пробоины в самолете. Немцев отогнали другие пилоты, а Кожедубу, который даже не успел ни разу выстрелить, с большим трудом удалось посадить свою машину. К сожалению, самолет не подлежал восстановлению, и молодому летчику пришлось в дальнейшем летать на свободных самолетах. Свои первые победы Кожедуб одержал уже в июле 1943 года на Курской дуге. Во время 40-го боевого вылета он сбил пикирующий бомбардировщик Юнкерс 87-й, а на следующий день под его залпами рухнул и второй такой же самолет. Еще через несколько дней Кожедуб сбил два 109-х мессершмитта. С этих побед и началась звездная карьера летчика, и уже 4 февраля 1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолетов противника ему вручили первую золотую звезду и удостоили звания Героя Советского Союза. В 1943 году пчеловод сельхозартели «Большевик» Бударинского района Сталинградской области Василий Викторович Конев передал свои сбережения в фонд обороны. Колхозник попросил построить на эти деньги самолет имени своего племянника, который погиб 30 декабря 1942 года. Его племянник, герой Советского Союза гвардии подполковник Георгий Николаевич Конев, тоже был летчиком. Он принял бой с превосходящими силами противника и погиб, предварительно сбив два вражеских самолета. Народный комиссариат обороны удовлетворил эту просьбу и выпустил на деньги колхозника истребитель Ла-5 с бортовым номером 14. На правом борту самолета красовалась надпись «От колхозника Конева Василия Викторовича», а на левом борту – имени Героя Советского Союза подполковника Конева. Этот самолет 2 мая 1944 года вручили Ивану Кожедубу. Еще ему дали письмо колхозника, где тот просил летчика, которому достанется эта машина, беспощадно мстить фашистам за смерть героя Конева и бить врага до нашей окончательной победы. Уже скоро этот новый самолет прошел настоящее боевое крещение. Кожедуб вел группу самолетов на прикрытие наших наземных войск, и вдруг к земле раздалась команда. «Ястребы, ястребы, будьте внимательны, приближается большая группа самолетов противника». Около 40 вражеских бомбардировщиков и истребителей прикрытия направлялись к линии фронта. Группа Кожедуба сверху врезалась в их строй, и им удалось поджечь несколько юнкерсов. Вражеские летчики в замешательстве начали бросать бомбы на своей же территории. Несколько мистершмиттов из группы прикрытия завязали бой с советскими самолетами, но не выдержали натиска и повернули обратно. В этот момент появилась вторая группа врагов, и снова началось сражение. Советские пилоты частью своих сил связали боем истребителей противника, а остальная часть атаковала бомбардировщики. Началась воздушная карусель. Группе Кожедуба удалось расстроить боевой порядок юнкерсов, но и часть наших самолетов получила повреждения, и вынуждена была уйти на свой аэродром. В запале битвы Кожедуб и не заметил, как оказался один среди черных крестов. Он попытался спрятаться от врага за облаком, но в этот момент по рации сообщили о приближении третьей волны бомбардировщиков, и пришла команда сбить ведущего. Кожедуб, маскируясь облаком, вылетел навстречу противнику и в упор расстрелял немецкого командира эскадрильи. В это время в него полетели десятки трасс, а наш пилот врезался в строй юнкерсов и проскочил сквозь него. За ним увязались три Митершмита, но Кожедубу удалось сложнейшими фигурами высшего пилотажа сбросить их с хвоста и улететь. Всего на самолете колхозника Конева Кожедубу удалось сбить восемь противников. В августе 1944 года Иван Никитович получил звание капитана и новое назначение. Самолет героя Конева передали другому летчику Асу, тоже герою Советского Союза Павлу Александровичу Брызгалову, который и летал на этой машине до конца войны. Кожедубу же выдали новый самолет Ла-7. За годы войны Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбил 62 самолета противника, что сделало его самым результативным летчиком среди союзных войск. Самолеты союзников ему, конечно же, не засчитали. На счету Кожедуба есть также и первый в мире реактивный немецкий истребитель «Мистер Шмидт-262», который он сбил 24 февраля 1945 года. Кожедуб, анализируясь другими летчиками эти новые самолеты, пришел к выводу, что фашисты, летая на них, рассчитывали главным образом на психологическое воздействие. Они пытались применить эти самолеты, совершенно их не освоив. Немцы боялись летать на новых машинах и не решались выполнять на них фигуры высшего пилотажа. Уже после войны 18 августа 1945 года за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, проявленную на фронтах войны, Кожедуб Иван Никитович был удостоен третьей золотой звезды и героя Советского Союза, что поставило его в один ряд вместе с Покрышкиным и Буденным. Но под конец войны намечался уже другой, более сильный враг. Американцы все чаще стали нарушать воздушные границы сезон влияния Советского Союза. Уже тогда они пытались показать, кто в мире хозяин. Их самолеты провоцировали наших летчиков, которые пытались выдворить обратно непрошенных гостей. Часто эти противостояния переходили в горячие фазы. Одно из самых трагичных столкновений произошло 7 ноября 1944 года, когда над сербским городом Нишем большая группа американских самолетов подвергла бомбово-штурмовой атаке находящиеся на марше советские части 6-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта Григория Петровича Котова. В ходе этой атаки погибло 34 красноармейца, в том числе и сам генерал Котов. Американцы тогда сказали, что ошиблись. После битвы Ивана Никитовича с американскими истребителями командование дивизии проявило пленки с фото пулемета, который находился на самолете Кожедуба. На них отчетливо были видны все элементы боя. После долгой дискуссии непосредственный начальник Кожедуба Павел Федорович Чупиков отдал ему эти пленки со словами «Забери их себе, Иван, и никому их не показывай». А командир дивизии Савицкий с иронией сказал «Эти победы в счет будущей войны». Эти слова в чем-то оказались пророческими. С американцами Кожедубу еще пришлось столкнуться в Корее, где он командовал 324-й истребительной авиационной дивизией. За 9 месяцев боев летчики этой дивизии одержали 216 воздушных побед, потеряв всего 27 машин и 9 пилотов. Но это уже другая история. После смерти маршала Советского Союза Кожедуба Ивана Никитовича 8 августа 1991 года, его родственники в тот же год продали его парадный китель со всеми наградами частному американскому коллекционеру. Центральному музею вооруженных сил пришлось потратить немало средств, чтобы выкупить эту реликвию обратно. И в 2003 году историческая справедливость была восстановлена. Кому понравился этот выпуск, ставьте лайки и пишите комментарии. Также можете нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok